шалом написано в книге куэлит горе тебе страна где царь отрок и где сановники трапезничают с позаранку благо тебе страна где царь свободный и где вельможи кушают вовремя для оздоровления а не для опьянения и так дамы и господа у нас есть две страны где в одной царь отрок во второй свободный когда мы смотрим и сопоставляем эти слова у нас что-то не получается понимание отрок это человек определенного возраста свободный это не противоположное слову отрок то есть задавая себе вопрос что соломон хотел нам показать царь свободный от чего неужели царь вообще может быть не свободны если это царь он свободный он последняя инстанция он решает он глава страны в другом месте царь отрок он может быть неопытный по возрасту но в действительности здесь в этих словах заложен глубокий смысл тут не используется слово юноша как во многих переводах на русский язык а именно на ар отрок слова на ар отрок не всегда относится к возрастной группе отрок это характер человека который ассоциируется с приблизительно возрастом отрочества от двенадцати тринадцати лет до двадцати лет когда у человека может все поменяться он отрекается от постулатов которые приняты в обществе он отрекается от хороших общепринятых вещей и идет против логики и это может привести к страшным вещам это может быть и взрослый человек который ведет себя как отрок это то что соломон имел ввиду человек который царь который мы знаем что царь это человек каждый из нас он царь природы каждый из нас он царь в своем окружении в семье среди друзей он пытается быть царем всех случае по отношению к себе он точно царь по отношению к своей судьбе и выбору пути он царь вот когда человек отрекается против логики и применяет вот характер такого вечного юноши может поставить все свое окружение в большую опасность они начинают утром делать лыхаем трапезничают они делают все против логики лишь бы наслаждаться этим миром с другой стороны есть царь который свободный если у него сегодня урок торы то он разобьется он он не он не пообедает он не выпьет кофе он придет на урок если у него есть что-то духовное например шаббат или кошерная еда он не раб этого мира он не сожрет кусок свинины или кусок некошерной еды а он выберет духовность он еще час потратит в поисках чего-то кошерного и вот такой царь и такая страна его окружение его тело его жизнь всегда будет благословена как пишет соломон а тот кто отрекается от всего хорошего и становится рабом этого мира к сожалению его вельможи его окружение тоже попадает под это влияние они все будут с утра уже пить водку они будут с утра уже кушать и здесь понятно не в буквальном плане а просто с утра они будут поддаваться удовольствием и наслаждениям и не думать о чем-то важным возвышенным и духовным с другой стороны у царя все его вельможи они будут кушать чтобы оздоровиться а не опьянеть от удовольствие наслаждения этот мир прекрасен здесь масса хороших важных вещей которые дают человеку наслаждение мы не должны быть аскетами и пренебрегать всем но когда на весах лежит духовность и какие-то удовольствия и наслаждения мы выбираем духовность потому что мы свободные цари этого мира шалом шалом